Добрый вечер! Добрый вечер! Недавно вы вступили в должность, она почетная, интересная, и тем не менее в эти же самые дни по Подмосковью ударила стихия, которую все назвали «Ледяной дождь». Отразилась ли на работе водоканала вся эта стихия? Или все было хорошо, ровно и по руслу? Ну, скажем так, на работе водоканала она тоже частично отразилась, это в части Малаховки, в части Томилина. По городу мы прошли более-менее безболезненно, но с нашей стороны были все предприняты меры для того, чтобы станции остались, скажем так, после подачи электроэнергии в работоспособном состоянии. И после подачи электроэнергии, то есть мы безболезненно, без проблем запустили станции и подали жителям воду. То есть, в принципе, мы, скажем так, были к этому готовы. Или наверняка вы всегда к этому готовы? Ну, не зря есть пословица такая, что сани готовим летом, да, то есть так же, как и к этой зиме, как и к любой зиме. Ну, зима меня, в принципе, она не пугает, потому что я 23 года на севере прожил, и там зима немножко другая. Дело в том, что, несмотря на то, что я в должность вступил в ноябре, но мы готовились летом, осенью, то есть это еще при с Алешином Александром Николаевичем. Мы, скажем так, я считаю, что достойно подготовились по мере, скажем, наших финансовых возможностей и достойно, ну, на хорошо, наверное, прошли зиму. Если сравнить вашу работу на севере и работу в Люберецком крае, долго принимали эту должность? Ну, меня Александр Николаевич принял главным инженером, потому что я, скажем, на севере проработал в коммунальном хозяйстве с 89-го года. Из них с 91-го года главным инженером. Немножко директором работал, то есть там был такой момент. И долго мне входить, скажем так, в горсдело было только в том, что, не зная местности, не зная объекта, только в этом сложности было. То есть я знал, как сделать, но не знал, где, в каком месте. Если бы существовал навигатор по подземным коммуникациям, наверняка бы облечил он вашу работу? Ну, я думаю, что да. Мы сейчас работаем очень плотно, кстати, в этом направлении. То есть у нас работает программа ЗУЛУ, мы наносим все коммуникации на схемы города. Также будем работать с схемами Малаховки, мы уже, в принципе, приступили к этому. И это очень, скажем так, нам упрощает работу для аварийной службы. То есть в любом случае коммуникации наносятся, и пусть не 100%, но 90% есть ориентировка, где они проходят. Ну, давайте поговорим про Люберецкий водоканал. Последние годы ваше предприятие активно развивается, делает реконструкцию, капитальный ремонт. Вот про это направление хотелось бы услышать. Ну, последние годы, вы правильно сказали, допустим, только мы выполняем все за счет собственных средств. То есть то, что в тарифе, то, что за счет амортизации, это и реконструкция объектов, это и замена инженерных сетей. И только за счет собственных средств. Денег ни с федерального бюджета, ни с района, ни с города мы не получаем. В связи с тем, что мы знаем скудность бюджета, допустим, на нашего Люберецкого района. И мы стараемся в любом случае выбирать те объекты, которые в первую очередь необходимо провести. Всех на слуху было, что мы провели реконструкцию шестой станции водозаборной. Там станция была реконструирована. Была реконструирована станция обезжелезования, что очень влияет здорово на качество воды. И на сегодняшний день станция работает без перебоев. Вода поставляется качественная и хорошая. В прошлом году также была проведена технологическая часть этого водозаборного узла номер 10 и водозаборного узла в гарнизоне. То есть то, что касается технологической части. На этот год мы запланировали его привести в соответствие снаружи, то, что мы не доделали. И чтобы объект соответствовал, и чтобы видно было, что там все-таки с этого объекта поставляется питьевая вода. Петр Николаевич, сразу же в догонку вопрос. Город, почему-то я город назвал, городское поселение Малаховка, уникальная химическая лаборатория. Чем она уникальна и какую работу выполняет ежедневно? И она единственная в нашем Леберецком крае? Ну, скажем так, действительно, лаборатория наша соответствует всем нормам и правилам. Она начала свое существование, работая, скажем так, с 1973 года. Там на сегодняшний день работают классные специалисты, которые знают свое дело. Там 7 человек, трудится 7 человек, выполняет огромный, скажем так, объем работы. Мы провели реконструкцию в самой лаборатории, закупили современное оборудование. И действительно, на этом оборудовании можно выполнять практически все анализы, которые требуются для питьевой воды. И в месяц, скажем так, чтобы не слукавить, вам, наверное, более 300 проб отбирается общей сложности. И всю эту работу выполняет наша лаборатория, химбак-лаборатория Леберецкого водоканала. А если говорить просто про воду, идет, допустим, она из кважины вода, и вы сразу ее в квартиру поставляете, ну, немножко хлорки досыпали или хлора. Как все это происходит? Значит, ну, как вам правильно сказать? Значит, вода у нас, скажем так, из двух источников. То есть, подземные источники и надземные источники, да, поверхностные. Подземные источники – это скважины, которые пробурены на водозаборных узлах. У нас их имеется в настоящее время порядка 52 штук, да. И частично вода поступает из московского водопровода. То есть, в любом случае, эта вода доводится до санпина. Что такое санпин? Это должно соответствовать и железо, и жесткость, да, санитарным нормам и правилам. У нас имеется, значит, семь обезжелезовающих станций. Это которые, в основном, здесь, как мы называем, на южной стороне. Вот, где мы проводим реконструкцию, да. То есть, где мы доводим воду до санпина. Если где, скажем так, нет такой возможности самостоятельно доводить, значит, мы размешиваем, подмешиваем, добавляем московскую воду, которая соответствует, московская вода соответствует санпину. Для того, чтобы жителям подать воду, пригодную для питья, и чтобы она соответствовала нормативу. Получается, что это какое-то купажирование? Как обычно, хорошее вино? Ну, немножко смешивание, скажем так. Я не хочу сказать, что там мы поставляем совсем воду, берем из скважин, она совсем не соответствует к чему. Да, там немножко превышает железо, есть такое понятие, да. Но когда ее развести, то есть, мы ничего не нарушаем, качество воды не нарушаем, а наоборот, ее улучшаем. А можно сказать, что Люберецкая водичка, она перенасыщена железом, вот как обычно говорят местные жители? Ну, так, смотря смотреть, с какой точки зрения смотреть, да. Давайте вкусовые качества. Если со скважин ее добываем, конечно, что она превышает норматив санпина, такого редко бывает. У нас есть водозаборные узлы, например, это 16-й водозаборный узел, который находится в Москве, где железо там не превышает нормы, даже из скважин, потому что с разных водоносных горизонтов, да. А есть вода, например, 3 миллиграмма на литр, вот, которая поступает из скважин, это превышает в 10 раз норматив. То есть, и для того, чтобы ее, как вы сказали, купажирование типа в этом роде довести до норматива, московская вода, например, 0,08 там, или 0,03 миллиграмма на литр. В итоге получается 0,27, 0,22, 0,02 и так далее, и так далее. То есть, мы доводим до норматива и подаем жителям. Когда к нам в гости приходил недавно генеральный директор Алешин, уже бывший, и он сказал, что мы нашли уникальную скважину в Либерецком районе, мы не хотим ее разбазаривать, мы хотим, ну, частично донести до каждой квартиры, чтобы попробовали вкус настоящей воды. Я не знаю номер этой заборной скважины. И сказал, что появится в городе ключ здоровья киоски специальный, где можно будет эту водичку, ну, практически за копейки купить и почувствовать вкус настоящего источника здоровья. Ну, вы совершенно правильный. Мы долго, скажем так, подыскивали это место, где взять эту воду, которая должна быть уже первоначально, скажем так, соответствовать, да, Санпину. Но помимо этого было установлено оборудование, которое доочищает воду, и вода идет высшей категории. Ну, так как понятно, что в Либерецком водоканале в городе, в районе денег нету, потому что это более 30 миллионов, здесь средства вложили инвесторы. Потому что и на сегодняшний день эта программа, скажем так, внутренняя программа, она существует, она работает. На сегодняшний день установлено 22 киоска. То есть эта вода соответствует всем нормам Санпину и идет как вода высшей категории. Это не говорит о том, что вода в киосках, она хорошая, а вода в кране, она плохая. Нет. То есть норматив вода по Санпину, допустим, да, и вода высшей категории, то есть есть немножко разница. То есть там, если железо до 0,3 в общем кране, да, здесь железо 0,0, там 23, например, бывает. Ну, бывает, правда, не всегда бывает одно и то же самое, да. И сегодня вот эта вода, я бы хотел бы, конечно, сказать так, что это не просто то, что там качественно, а некачественно. Это, наверное, альтернатива воды магазинной, бутылированной. Мы же сегодня, ну, не мы, допустим, в кого есть дачи, например, едут на дачу, да, заходят в магазин, берут воду, покупают, без зазрения совести, 40 рублей, 45 рублей, 5-литровый бутыль, и берут, и никто не возмущается, да. Но сегодня в киоске вода, она, если ты пришел со своей тарой, допустим, она стоит 3,60 за литр. То есть, ну, скажем так, вода, она хорошая вода, потому что это вода со скважины, и мы ее знаем. Но если уж брать честно, откровенно, то я сам беру эту воду и вожу домой. Получается, что в качестве бутылированной воды можно сомневаться, которая продается в магазин? Ну, я не могу, скажем так, видите, лично я сомневаться, потому что я не делал их анализы, ничего. То есть, и кого-то компрометировать тоже я не имею такого права. Я просто уверен за воду, которая добывается у нас, и которая реализуется в киосках. За эту воду я уверен. Я просто имею в виду стоимость цены. То есть, это просто, она идет как альтернатива этой воде. То есть, никто никого не обязывает. Если вы желаете, можете взять в киоски. Если вы не желаете брать киоски, можете взять бутылированную в магазине. То есть, это никто никого не обязывает. Я просто хочу сказать, что вода очень хорошая. Петр Николаевич, сеть этих киосков будет развиваться по Люберинскому району? Ну, я так думаю, что в зависимости от того, как будет реализация воды, потому что вы сами себе понимаете, для того, чтобы реализовать дальнейшую программу, нужно финансирование, правильно? Если будет реализация нормальная, достойная, значит, по мере того, сколько будет средств, по мере того, я думаю, что будет развиваться и сеть этих киосков. Может быть, даже не только в Люберцах. Почему в Люберцах? Здесь может и Красковый, и Тамилина, и Котельники, Дзержинский, Близлежащие. Ну, я думаю, что это все решается. Тогда я предлагаю с одной темы на другую перейти. Водосчетчики. Взять конкретный пример. Например, человек в Москве проживает в однокомнатной квартире, и у него каждый месяц приходит в заводу счет в районе трех тысяч рублей. Потому что в доме большинство установили счетчики, а та вода, которая осталась, ну, это сумма, ее раскидывают по оставшимся квартирам. Ну, в Москве такая практика существует. Потом этот человек ставит водосчетчик, и ему приходят просто копейки. Ну, есть перспективы разбития в Москве. Как в Люберецком районе развивается эта практика по водосчетчикам? Ну, я думаю, что в Люберецком... Люди понимают, что это выгодно. Да, в Люберецком районе это, скажем так, перспектива установки приборов учета, она есть. На сегодняшний день в общей сложности то, что касается водоканала и наших потребителей, установлено около четырех тысяч приборов учета. То есть в том числе и ЛГЖТ, которые установили сегодня более 450 штук на водные на дома. То, что имеется в виду поквартирные, это прерогатива уже, скажем так, жилищных организаций, это ЛГЖТ, управляющие компании и так далее. То есть здесь сколько у кого приборов учета, это уже их прерогатива. А сегодня, согласно закону, то есть мы в любом случае обязаны, мы сегодня работаем и с нашими потребителями по установке приборов учета. И если мы устанавливаем приборы учета, то есть это есть гарантия, допустим, год гарантии, потому что не обязательно мы можем устанавливать. Но хотя, скажем так, специалисты хорошие, которые занимаются этой проблемой не один год этими, и часто к нам обращаются, мы их устанавливаем. И понятно, что вы правильно сказали, что при правильном расходовании воды идет значительная экономия, как и на предприятиях, так и в частном секторе. То есть потому что, ну у меня, например, вот дома установлен прибор учета, и видно по нему, что экономия воды идет, даже живем вдвоем, там, ну 20-25 процентов, это просто так вот легко. Сегодня мы говорили о Москве, на моей памяти лет 12 назад пришел в район Южнопортовый, нет, Нижегородка, пришла зарубежная фирма, она хотела показать такой опыт, как энерго и водосбережение, ну, на опыте западных фирм. Они с этими водосчетчиками походили, полазили, из сказали, у вас очень много воды воруют, ну, подключаются к домам предприятия, говорят, мы у вас на территории, мы в Москве работать не будем, свернули программу и уехали. Вот есть такая практика в Любельском районе, когда кто-то вырезается, подключается? Есть, конечно, такая практика, то есть даже мы, бывает, обнаруживаем и сами, очень плотно мы работаем с частным сектором, сегодня более 5000 договоров заключено, то, в частности, имеется в виду Малаховка, плотно работаем, есть, скажем так, недобросовестные, скажем, ну, я не знаю, как им назвать, потребители, которые считают, что вода, ну, она течет, ей можно пользоваться, и за нее можно не платить, правильно? Хотя, придя в магазин, булку хлеба каждый покупает, потому что это считается хлебом. Ну, вода – это тот же хлеб, без нее тоже нельзя. Жидкий. Ну, мы принимаем меры, конечно, к ним, то есть проверяем, проверяем, если, допустим, обнаружено, есть ли какие-то документы, если нет никаких документов, значит, предупреждаем человека, не то, что мы машем шашкой, предупреждаем человека, уговариваем, просим его и так далее, ну, самая, скажем так, крайняя мера – это производим отключение системы водоснабжения. Сегодня будем говорить о проблемах водоканала? Они существуют? Ну, я думаю, что, вы знаете, я вам скажу так, что, наверное, в любом предприятии, в любом предприятии есть какие-то проблемы, ну, есть разные проблемы, да, есть проблемы маленькие, есть проблемы большие, так же, как и в водоканале, потому что не было бы проблем, не было бы проблем, не было бы работы, ее не видно было бы. И сегодня в водоканале, я считаю, что трудятся очень хорошие специалисты, очень хорошие специалисты, и то, что мы первоначально говорили, вот, как зиме, как зиму прожили, то есть, это не совсем, скажем так, зависит от руководителя, как мы прожили, как мы работаем, это зависит от того, как люди понимают, Свои задачи, как они это все воспринимают и как они выполняют это все, понимаете? Потому что задача руководства обеспечить человека, начиная от инструмента, спецодежды, технику и так далее. И водоканал, помимо хороших специалистов, имеет достаточный парк техники для того, чтобы справляться с поставленной задачей. Есть, конечно, не скажу, что вся техника 100%, но потому что есть глубины, которые до 7 метров, до 8 метров, нужно устранять аварии. Нет у нас такой техники, мы где-то просим. Но в основном стараемся справляться с собственными силами. Тем не менее, Петр Николаевич, на качестве воды это не влияет, да? Аварии и прочее. Нет, на качество воды это не влияет, потому что мы все знаем, что мы работаем с питьевой водой, и мы должны, потребитель, поставить чистую, качественную питьевую воду. И в конце нашей беседы можно сказать, что пейте любилецкую воду? Да, я могу сказать, что действительно, вода соответствует всем нормативам. Жалобы есть, они бывают, я скажу, потому что сети, останавливаем сети и для ремонта, и для профилактики, и для аварийного ремонта. Ну и осадок на трубах, которые бывают, он обычно, скажем так, с этими толчками, и попадает эта ржавчина. То есть, это не исключено, это может быть. Но в любом случае, мы реагируем на все заявки, которые поступают, как частично от жителей, так и от управляющих компаний. И совместно мы, я думаю, что решаем и справляемся с этой задачей. Получается, что нужно переходить на пластмассовые трубы, коли вы сейчас сказали про ржавчину. Ну, мы так и делаем. Мы, в принципе, при выполнении капитального ремонта, мы максимум стараемся перейти, так называем, на новые энергосберегающие технологии. Это и замена трубопроводов на пластиковые трубопроводы, которые действительно, они и легче работать с ними, они и долговечные, и меньше образуется все-таки в них налет, скажем так, осадок в трубопроводах. Петр Николаевич, я предлагаю в этом году нам еще встречаться, потому что вода – это тема, которая будет обсуждаться, наверное, пока живет планета Земля. И, уважаемые телезрители, всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». Субтитры делал DimaTorzok